добрый день коллеги скажите пожалуйста все ли хорошо видно ли и слышно нас видно и слышно это замечательно я с большим удовольствием представляю вам слышно на картинки нет страна у нас включено вроде бы сегодня здесь вместе со мной директор иркутского планетария и председатель иркутского регионального астрономического общества эта организация которая объединяет любителей астрономии у нас в регионе павел геннадьевич никифоров собственно я ему сначала предоставлю слово поскольку павел геннадьевич не только руководитель планетария и общественной организации любителей астрономии. Он также преподает астрономию в школе, о чем он вам сегодня с удовольствием расскажет, о том, как встраивается в картину мира современных школьников такой замечательный предмет. Передаю слово Павлу Геннадьевичу. Спасибо, Евгения. Я люблю полные права. И сейчас мы с вами в ближайшее время рассмотрим несколько вопросов. Может быть, мое представление будет необычным с точки зрения преподавания астрономии в школе, но я буду говорить с учетом и с высоты своего опыта, поскольку я иду от практики, я иду от любительской астрономии в школу. То есть, конечно же, каждая школа не найдет такого учителя астрономии, который практически прошел с своих младших школьных лет все периоды становления любителя астрономии, начиная с чтения книг и создания собственных телескопов, строительства телескопов своими руками, наблюдения звездного неба, фотографирования звездного неба. Ну и в итоге, вот как Евгения Дмитриевна уже сказала, популяризация астрономии на более большом масштабе руководства искусского планетария. Конечно, не каждая школа может похвастаться таким, но тот отзыв, который дают школы, где я преподаю и ученики, он дает мне право говорить о том, что подход в общем-то верный. Вот, наверное, основное, что предварительно я должен сказать, и видимо, мои уже четырехлетние опыт преподавания астрономии с того момента, когда астрономия стала вновь школьным предметом, они дают мне основания об этом говорить, и я думаю, что, конечно же, я перейду к обобщению своего опыта и выпущу какое-нибудь пособие на этот предмет. Ну, а сейчас, собственно, к теме нашего предмета, предмета сегодняшнего вебинара, и мне бы хотелось сейчас анонсировать то, как пройдет наш вебинар. Конечно, я вижу то, что вы пишете. Пожалуйста, вы пишите активнее, я постараюсь прерываться после каждого своего блока и отвечать на те вопросы, которые я увижу в чате. Итак, если это понятно, давайте двигаться и вопросы я буду тоже смотреть. Я считаю, что на самом деле курс астрономии я буду говорить погромче. Хорошо. так, нет картинки. Нет картинки. У нас картинка так видно. У всех нет картинки? Картинка есть? Хорошо. Это просто значит, надо проверить у кого-то. Так, я буду говорить громче, чтобы было лучше слышно. так, есть картинки? Да, хорошо. Итак, я считаю, что в общеобразовательной школе курс астрономии должен позволить нашим ученикам четко доказывать шарообразность Земли, потому что вот такие тенденции есть, что нет никаких реальных доказательств. ученик после окончания курса должен понимать, почему происходит смена сезона года, представлять себе это, представлять масштабы нашей Вселенной и представлять и чувствовать разницу между физическими условиями, которые происходят на Земле, что это уникальные физические условия и в нашей большой Вселенной и в большом мире физические условия очень сильно отличаются от условий, которые происходят от условий, которые происходят на нашей планете. На самом деле, когда об этом рассказываешь у каждого из пунктов этой программы, то возникают сложности, поскольку структура преподавания в школе не предполагает интеграцию предметов, а именно по моему мнению курс астрономии дает реальную картину мира нашим слушателям, нашим школьникам. Начать например с вопроса шарообразности земли. Если учитель астрономии заходит в класс и начинает доказывать, что земля плоская, то никто из школьников и не выступит против. И можно доказать и такое положение. почему это происходит? Я считаю, что это происходит от того, что не обращается внимания на в общем-то способ мышления. Что мышление должно обладать таким критерием, как кричить критичность. То есть критичность мышления, критическое мышление в школе не приветствуется. И ученики очень часто делают реферативные работы, они просто копируют и благо технологии позволяют или воспроизводят фразы из учебника, не осмысливая их. И когда мы начинаем вместе с ребятами на уроке астрономии строить картину мира, приходить к тем выводам и теми способами, которыми пришли люди, что Земля действительно шарообразная, то открывается очень много интересного для ребят и в общем-то в итоге им становится понятным каким образом показать на очень явных приборов и явных примеров вокруг, Земля является шарообразной. Смена сезона года это притчево языков, конечно же, вот первое свое выступление в классе я начинаю с тестирования, там есть несколько вопросов, в том числе назовите те фамилии, которые вам известны из астрономии, и в том числе вопрос, почему меняются сезоны года. И очень мало, менее одного процента, я сам не верю до сих пор таким выводом менее одного процента могут объяснить, почему это происходит. Но ведь это ключевое знание по поводу нашего окружающего мира, и конечно, я бываю уверен в конце курса астрономии, что все точно это знают, потому что мы возвращаемся к этому вопросу, несколько раз объясняем с одной, со второй, с третьей точки зрения. Я считаю, что образованный человек кругозором должен быть в состоянии объяснить это явление. Представление масштаба Вселенной тоже складывается в весьма неправильное представление, если мы посмотрим на те изображения и те тексты, которые ребята могут найти на просторах интернета. Представляется, что планеты достаточно близко расположены друг от друга, близко расположены от Солнца и с этим представлением человек оканчивает курс астрономии. Но на самом деле все обстоит совершенно не так. Окружающий мир это в основном пустое пространство и расстояние между планетами гораздо, гораздо больше размер самих планет, не говоря уже о расстоянии между звездами. и поэтому мы некоторое время тратим на вот этот вопрос, причем не абстрактно, а совершенно конкретно делаем модели Солнца, модели планет, и это получается для каждого школьника откровением, потому что просто в нашей обычной жизни мы об этом не задумывайся, нет такого предмета, нет такой среды, когда остается такой вопрос. Вот. Да, менее один процент, ужас, действительно, вот у меня сейчас 160 школьников, и двое из них они правильно написали и смогли пояснить, как на самом деле происходит. Ну, уже о других вопросах говорить не приходится, и про разницу между физическими условиями на нашей планете, про то, что эти физические условия крайне уникальны, и те явления, которые мы здесь наблюдаем, и даже физические опыты, которые ставим, зависят от физических условий на нашей планете, от силы тяжести, вот наличие достаточно большого атмосферного давления, химического состава атмосферы, вот об этом ребята тоже не думают, они не думают о том, что мир совершенно представляет из себя иную картину, и даже учителя физики, например, они говорят ребятам, ну, как же вам учитель астрономии сказал, что жидкости сжимаются, и вот, например, физические условия в мире, вы знаете, совершенно имеют другой диапазон, чем тот, который мы можем увидеть на поверхности Земли и даже воссоздать земных лабораториях, это же относится и к показателю плотности, в мире существуют настолько большие плотности, которые невозможно представить в наших земных условиях, и вещество действительно сжимается, не только жидкости, но и любое вещество сжимается, это мы видим на примере нейтронных звезд, на примере черных дыр, это не отменяет того факта, что в земных условиях действительно гидравлические домкраты, они работают, но для того, чтобы представлять общую картину мира, общую картину физических процессов в нашей вселенной, вот я считаю, что это важно говорить. Звук ужасный, это только у меня, так, ну скажите, да, как звук, видно только огонек, и в центре экрана зеленый кружок с буквами, интересно, так, мы в общем-то проверяли, я надеюсь, что звук, звук, можно услышать, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте вопросы по первому, по тому, что я сказал в первой части своего доклада, то есть я рассказал о том, какие тезисы, я считаю, что должны быть, какие сведения должны остаться у школьников после окончания курса астрономии. Слышно потрескивание вселенной, ну да, может быть, это тоже есть такое. Состояние связи, точно потрескивание. Ну, в общем-то, смысл того, что я сказал, понятно, кто может выразить свое отношение, понятно ли моя позиция, но я еще расскажу, что эта позиция она выработана тем, что мой бэкграунд, моя биография это любительская астрономия. Так, ну я не вижу особой реакции. позиция, позиция, понятно. Спасибо. Итак, как строится сам урок, ну, в общем, у нас есть, конечно, учебники, учебники, которые утверждены министерством, и вы все знаете, наверное, учебники, это учебник Чаругина, изданный и составленный совсем недавно, и учебник Воронцова-Веляева Минова, стал-то, который, в общем-то, написан очень давно, в 80-х годах, и только косметически там добавлены некоторые непонятно по какому принципу выбранные современные представления и информация об исследовании космического пространства в последней эмиссии. Конечно, по этим учебникам мы занимаемся, но большей частью это происходит следующим образом. Происходит задание, основанное на параграфах учебника, и в начале урока происходит устный опрос. Устный опрос по материалам, которые изложены в учебнике. И мое пояснение по поводу того, что в этих материалах имелось в виду. потому что если напрямую задать вопрос, понятен ли материал изложенный в конкретной главе, то, как правило, школьники говорят, что ничего не понятно, поясните, пожалуйста. Даже те школьники, которые действительно изучали главу. Поэтому мы обсуждаем главу, тратим на это 10-15 минут драгоценного времени, ну а затем мы берем конкретный вопрос, конкретную проблему и делаем таким образом, чтобы ребята пришли к выводам сами. Посчитали сами действительно какое расстояние до ближайшей звезды будет в масштабе если, например, Солнце мы делаем размером 1 метр. И они сами приходят к выводу, что действительно космический перелет это задача непростая, это задача даже не ближайшего будущего ЧА, а через невобозримом будущем. И насколько сложны эти вопросы тоже становятся весьма очевидны. Тоже состоит также мы на таких же примерах и на таких же собственных выводах мы получаем мы рассматриваем и получаем формулу расчета масс тел Солнечной системы, потому что ребятам совершенно непонятно, как узнали массу Солнца, как определили массу других планет Солнечной системы, и таким образом вот эти ключевые моменты, ключевые тезисы, которые мы с вами обсудили основные тезисы, которые должны быть закреплены в результате прохождения курса астрономии, к выводам, когда ребята приходят самостоятельно, либо самостоятельным коллективным мышлением, коллективным рассуждением на уроке, или даже расчетами, то, конечно, эти тезисы закрепляются. Но я бы хотел сказать еще и о другом. Очень хорошо, что курс астрономии вернулся в общеобразовательную программу, в программу общеобразовательной школы. Я хочу сказать, что астрономия это не только точная наука, не только наука, которая сейчас активно развивается и которая фактически является двигателем прогресса, двигателем других наук в настоящий момент, но с какой-то позиции и, наверное, даже с основной, с большой долей правильности отношения к этой науке, астрономия является действительно такой гуманистической наукой, которая ищет и зачастую находит ответы на вопросы, которые человек сам по себе и человечество в общем ставит перед собой. И именно вопросы, каков смысл существования человечества и как оно должно развиваться в дальнейшем. Может быть, даже из логики понятно, что невозможно какую-то систему понять, находясь внутри нее, и вот уникальность нашего мира, уникальность тепла, нет и земля, мы можем понять только смотря на нее со стороны и осознав на сегодняшний момент, что другого варианта какого-то выживания разума, выживания человечества, кроме как остаться на земле и навести здесь порядок, у нас не существует. Можно в популярной литературе сейчас видеть разные призывы и возможности того, что мы сейчас уже скоро сможем основать колонию на Марсе, освоить Луну, добывать полезные ископаемые на астероидах и так далее. Конечно, школьники не достигли такого уровня понимания предмета и кругозора, чтобы отделять, что здесь является вымыслом, а что является серьезной научной доктриной и является возможным в сегодняшних условиях. Абсолютно понятным является то, что любое самое лучшее место жительства за пределами земли намного худше, намного хуже самого худшего, самых худших условий, которые существуют на нашей плане. То есть, я считаю, что кроме вот этих знаний, которые изложены в вышестоящих моих тезисах, астрономия должна дать человеку даже в рамках школьного курса такое понимание, что именно глядя на большой мир, занимаясь наукой большом мире за пределами земли, человечество и земля может существовать дальше. Потому что иначе человеческое сознание приходит к каким-то проблемам, которые неизбежно возникают при развитии науки, техники, культуры, взаимном существовании различных народов. И если эту энергию, которая сейчас в избытке, если эти научные открытия и знания, если человечество сможет направить их на исследование космического пространства и на достижение той цели, чтобы освоить это пространство, как еще говорил начинатель космонавтики Константин Эдуардович Циолковский, то только в этом случае мы можем говорить о том, что человечество великое, человечество может продолжать себя дальше. Потому что для осваивления межзвездных пространств нам необходимо не только развитие альтруизма по отношению к человеку, который расположен рядом, может быть человеку, которого мы знаем, не только к человеку, которого мы не знаем, но который живет с нами в одно и то же время. Мы должны как человечество развить альтруизм к поколениям, к человеческим существам, которые родятся после. и только так мы можем рассчитывать на продолжение существования разума во вселенной. Конечно, это очень сложно показать ребятам связь между астрономией, которая очень мало имеет часов в школьной программе, и тем, какую роль она играла в человеческой цивилизации, играет сейчас и призвана играть в будущем, но, мне кажется, при определенном желании учитель астрономии может это сделать. Я в своих материалах, которые вы можете легко скачать и использовать, там лунный календарь, который определяет дни и периоды, когда можно проводить наблюдения, там таблица видимости планет, которая показывает, какие планеты в какой месяц можно увидеть в течение года, и там есть список литературы, даже я назвал его не списком литературы, а перечнем источников, источников, которые помогут заинтересовать ребята, которые показывают действительно правильную картину, показывают правильное место астрономии в сегодняшнем мире. Пожалуйста, обратите внимание на этот список и я всех призываю использовать эти материалы именно для того, чтобы вдохновить ваших школьников изучать предмет астрономии и осознать, насколько великую роль астрономии играет человеческой цивилизации. Вот у меня такой есть опыт, такое понимание этого предмета. Конечно, безусловно, мы показываем на опытах и на уроках, как Кеплер пришел к своим законам движения планет, почему всемирный закон тяготения сформулированным Ньютоном можно назвать началом всей естественной науки, потому что именно в астрономии и в порядке на движении небесных светил люди впервые увидели порядок и поняли, что природа познаваема. конечно, мы проходим все необходимые формулы и все необходимые темы, но ледь мотивом и смыслом курса астрономии я считаю, основываясь опять на своем и прошлом опыте любителя астрономии и текущем опыте практика руководства планетария, то есть организация и цель которой популяризация астрономии среди широких слоев населения я глубоко убежден, что цель астрономии в школьном курсе вот она такая. Это фактически все, что я хотел вам рассказать. Я могу сделать комментарии по каждому из пунктов, которые указаны в списке источников. пожалуйста, если у вас есть комментарии, можете мне писать. Лицей номер один города Братска. Замечательно, да, мы можем с вами встретиться, потому что мы бываем в Братске, потому что часто ездим по Иркутской области. Как вы относитесь к лекциям Сергея Попова? Да, я рекомендовал бы лекции Сергея Попова, но только своим продвинутым школьникам, поскольку лекции Сергея Попова имеют все же академический характер и читаются не для школьной аудитории, а для университетской аудитории. и, ну вот, формат лекций там полтора часа как пара. Почему Луна опять такая огромная? Так, не видела, чтобы Луна так. Так, только раньше так. так, но это вопрос, да? Луна такая огромная, здесь два фактора. Во-первых, конечно, она движется по электрической траектории, бывает ближе к Земле, бывает дальше. А во-вторых, это иллюзия зрения, мы видим ее ниже, мы видим ее больше. Так, для начала лучше смотреть Сурдина. Ну, Владимир Георгиевич Сурдин, он давно занимается популяризацией астрономии, написал много книг и является редактором учебников по астрономии и тоже большинство книг, которые выходят русскоязычные да, можно и рекомендовать и Владимира Георгиевича, но я вот написал у меня свой шот-лист, там семь пунктов и, конечно же, там не только наши отечественные популяризаторы, нельзя забывать, когда мы говорим про астрономию, нельзя забывать о Карли Сагане, это мировая величина и, конечно же, популяризация астрономии в том, что он сделал для развития астрономии, здесь никто не может сравниться, это вот совершенно очевидно, и его книга «Космос», если у вас есть возможность ее прочитать, посмотрите серию телевизионных передач, там всего 13 серий, каждое меньше часа, это вдохновит вас на занятия астрономией. ну и кстати, вы, я думаю, что мы поместим мои и координаты Евгения, координаты Иркутского планетария, я буду очень рад, если после семинара у нас завяжется диалог, общение, и буду рад делиться своим опытом, просто до чрезвычайности буду рад. Какие виды творческих работ обучающихся в астрономии вы используете? Творческих работ ну, смотрите, в астрономии очень мало часов, и, конечно же, предметники, другие предметники, они покушаются и на те 34 часа, которые у нас с вами есть, но когда мы, когда я задаю самостоятельную работу, это никогда не бывает вопроса изучения учебника или то, что можно списать определение, это всегда творческая работа, и место для творчества совершенно много предоставляет астрономия, например, как бы вы описали вопрос астрономии в вашей жизни в настоящие моменты жизни человечества. Так, отличный сериал в современной версии с Нейлом Деграйсом Тайсоном. Да, здорово, Владимир, спасибо, вы меня поддерживаете, у меня сериал Нейла Тайсона 2014 года, он тоже в списке того, что нужно рекомендовать ребятам. Повторите фамилию иностранного автора, который рекомендует Карл Саган, Карл Саган, вы его найдете в интернете и найдете его книге. «Очень жаль, что мало уроков для детей в школе». Да, уроков очень мало и, конечно же, не хватает, но заинтересованы ребята, они приезжают с планетарией, но зачастую это происходит на следующий год после того, как заканчиваются мои уроки. И они делятся своими впечатлениями и, как всегда, многие говорят, ну, жаль, так, что все быстро закончилось. Школа школьные проекты по темам астрономии ваши школьники выбирают? Вы знаете, я честно скажу, что на самом деле это вопрос серьезный, поскольку есть школьный проект, который ну, вот, реитеративный, он, в сущности, ни к чему не ведет. То есть, школьник написал проект, получил оценку, получил похвалу, действительно, но для него самого это, ну, вот, как один из проектов под другим предметом. Мне бы хотелось, чтобы школьный проект по астрономии, он, во-первых, давал бы реальную, реальный результат, под реальным результатом я подразумеваю результат научный, который будет использован в дальнейшем, исследовательскими коллективами, которые изучают конкретную проблему или вопрос, ну, и, соответственно, давал путевку нашему школьнику в дальнейшую жизнь в этой профессии. Вот. К сожалению, еще таких примеров у меня не было, но мы думаем над этим, и, конечно же, такие проекты будут. Да. Да, сейчас вот, да, я бы хотел сказать вот такую вещь, у нас есть общественная организация Иркутско-Регионально-Астрономическое общество, и оно выиграло несколько международных грантов, это впервые в России, и один из грантов, он говорит, он подразумевает, что совместные наблюдения, проводимые одновременно, например, из России, из Австралии или Германии, они очень наглядно показывают шарообразность Земли и многие явления. Так вот, эти совместные наблюдения, они будут транслироваться и в школьные классы. Если вы поддерживаете эту идею, если вы хотите, чтобы трансляция пришла в ваш класс, дайте мне знать и передавайте ваши координаты, мы с вами по этому вопросу тоже свяжемся. Мне коллега все подсказала, да, вот такие проекты, они очень работают не только на понятие физической картины мира, но и на объединение человечества, это задача первейшая. Как называется сериал? Так, сериал называется Космос, это сериал Карла Сагана, сериал Нейла Деграсса Тайсона, Космос пространство и время. По-английски он называется по-другому, Space Time Odyssey, перевели так. Так, есть ли среди ваших выпускников те, кто выбрал для дальнейшего обучения специально связанных с астрономией? Пока, к сожалению, нет, но все у нас в будущем. На мой взгляд, американские популярные фильмы по астрономии, такие как Вселенная, наглядные, но слишком популярные в плохом смысле слова. Я с вами согласен, популярный фильм, он, так скажем, выпячивает какие-то вещи, которые могут сыграть злую шутку, то есть они не являются на самом деле ключевыми, но какие-то вещи могут быть очень интересными, очень необычными, но не являются ключевыми. И сериал зачастую их преподносит в первую очередь и картина становится искаженной, да. Конечно, мы обсуждаем увиденное. И наши отечественные популяризаторы астрономии, такие как Антон Поляков, такие как Кирилл Масленников, указанный здесь, Владимир Сургин, и Сергей Паков, они, естественно, говорят, без этих вот таких, можно сказать, гипербол, вот гипербол, которые связаны просто с жанром популяризации, да. Чего сейчас не хватает планетариям, кроме того, что их мало? Да, их очень мало, планетариям не хватает посетителей, потому что нет государственной такой программы по естественно-научному просвещению. И приходят чаще всего планетарии люди, которые оказываются в другом городе, в нашем городе, в городе Иркутске, и планетарии, как очень заметное, яркое пятно, нечто необычное, куда можно сходить. Школьники приходят в планетарии, если учитель заинтересован, конечно же, они получают огромное удовольствие от знакомства с нашим миром. То есть не хватает какой-то государственной политики, что это важно для естественно-научного образования населения. Если в вашей практике пример проведения общешкольного мероприятия космонавтики, ну вот моя коллега Евгения Скаледнева, она продолжит и ответит на этот вопрос в том числе. Что вы можете сказать о проекте, идущем на проекте на канале Discovery, как устроена вселенная? Discovery канал, который дорожит своей репутацией, поэтому, конечно, смотрите. Ну просто мой шот-лист, он составлен из разряда самое важное, самое вдохновляющее. Попов тоже хороший метафор придумывает, например, что удельная энергия. Да, 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 я слышал, эта метафора мне очень нравится, и это понятно, показывает, чем взрыв водородной бомбы отличается от Солнца. Очень хорошо, спасибо за такое замечание. мы сейчас реализуем проект, поддерживаем фондом президентских грантов, проект по астрономии, купили телескоп, мобильный планетарий, так, сейчас пишем еще один подобный проект, только уже с размахом на несколько регионов. Спасибо, Владимир, напишите, какой у вас регион, у нас проект, поддержанный Международным Астрономическим Союзом, мы распределяем телескопы по отдаленным уголкам Иркутской области, ищем там энтузиастов и поддерживаем их реальные наблюдения звездного неба, потому что астрономия все же это наблюдение, без наблюдения нет астрономии. Псковская область, а будет еще Москва, Питер, Новосибирск. Ничего себе у вас какой масштаб, замечательно, так что давайте дружить. В нашем городе собираются восстанавливать планетарий, Пенза. Хорошие новости, хорошие новости, в меру сил возможности и мы готовы вам помогать, но помогать мы можем нашим советам все же Иркутский планетарий это уникально, это частный планетарий и в течение вот уже 6 лет нам будет в этом феврале. Спасибо большое, там у нас по времени я, наверное, должен передавать слово моей коллеге пресс-секретарю Иркутского планетария члену Ассоциации коммуникаторов науки в сфере образования. Евгения Скоридневой. Пожалуйста, я думаю, что через организаторов мы с вами свяжемся. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Добрый день, коллеги, добрый вечер для тех, кто к нам присоединился из городов Сибири и Дальнего Востока. Я слышала вопрос про проведение мероприятия школьного масштаба, но на самом деле я знаю, что здесь присутствуют не только школы, но, например, здесь есть специалисты из библиотек, и что школа, что библиотека вполне может стать центром не только школьного или там районного мероприятия, но и мероприятия там городского или масштаба или масштаба того села, поселка, где ваше учреждение находится. Я говорю прежде всего даже не только о дате День космонавтики, которая тоже актуальна, безусловно, особенно в этом году. Мы будем отмечать юбилей 50 лет, практически 60 лет с даты полета первого полета человека в космос. Есть замечательная инициатива, которая называется Всемирная ночь тротуарной астрономии, которая подразумевает собой, что любители астрономии, те, у кого есть телескопы, выносят эти самые телескопы на улицы всех городов, поселков, сел, деревень, где они живут и призывают всех желающих присоединиться к наблюдениям. А проходит эта акция весной, первая четверть Луны после весеннего равноденствия. И в этом году это вполне можно организовать в марте и можно в апреле и можно приурочить это мероприятие и к нашей прекрасной апрельской дате к космонавтике, можно в дополнение к наблюдениям организовать какие-то публичные лекции, можно сейчас и в онлайн режиме многие мероприятия провести, но мы все-таки очень надеемся, что этой весной у нас уже стабилизируется ситуация с эпидемиологической обстановкой и мы наконец-то сможем выйти с телескопами к людям, чтобы все-таки дать возможность наблюдать непосредственно объекты. Я лично считаю, что это очень важно и важно для любого человека, любого абсолютно возраста, начиная от дошкольников и заканчивая уже людьми взрослыми, пожилыми людьми, неважно сколько лет человеку, опыт просмотра, опыт наблюдения объектов космических телескопов, даже если мы говорим просто про ближайшие к нам космические объекты Луна, это действительно уникальный опыт, который позволяет человеку осознать свое место в этом мире, осознать масштабы Вселенной, я передам, я смотрю очень много благодарности Павлу, обязательно передам ему, он еще, думаю, присоединится на пару слов, спасибо Исактовкару, очень жаль, но для нас ближайший планетарий только в Москве, действительно, у нас сейчас не так много стационарных планетариев в России, если мне не изменяет память чуть больше сорока, это, конечно, очень мало для такой большой страны, как наша, и очень грустно, учитывая тот факт, что у нас есть на самом деле в нашей истории чем гордиться и в исследовании космического пространства, и в его, безусловно, совершенно таком триумфальном освоении в те же самые 60-е годы, сейчас будет целая серия юбилейных дат, начинается это десятилетие, когда мы будем отмечать 60-летний юбилей один за другим с этих знаменательных событий, но нам важно не только концентрировать внимание на сохранении вот этой исторической памяти, но и двигаться вперед, а двигаться вперед мы сможем только тогда, когда как можно больше людей будет понимать значимость астрономии и значимость исследований в этом направлении, и чем больше людей мы охватим вот этими просветительскими акциями, тем будет лучше. Проводим выездные наблюдения с 200-миллиметровым Skywatcher, пишем в местной группе о том, когда собираемся выезжать, приезжает от 20 до 500 человек стабильно. Это Псков, насколько я понимаю. Очень здорово. У нас в Иркутске тоже есть такая практика с 2015 года, когда у нас открылся планетарий, каждый месяц, каждое новолуние мы проводим выездные наблюдения за городом. У нас есть в 70-ти километрах от Иркутска такой поселок, который называется Глубокое, и вот рядом с этим поселком в Тайге мы проводим наблюдения глубокого космоса. Мы специально место не выбирали так, чтобы это совпадало, но просто так совпало. Владимир, будем благодарны, если вы тоже с нами свяжетесь, будет здорово дружить в этом направлении. И вот уже здесь Павел Геннадьевич говорил про Иркутское региональное астрономическое общество. У этой общественной организации есть свой YouTube-канал, ссылка на него есть в источниках? Нет? Я думаю, что мы еще распространим вдобавок к нашим контактам и к способам связаться с нами ссылку на YouTube-канал Иркутского регионального астрономического общества. Будем рады, если вы подпишетесь на нас, будете присоединяться к нашим трансляциям и, может быть, в своих городах и селах, поселках, любых регионах и населенных пунктах сможете что-то подобное организовать. Мы будем рады вам помочь советом. Привет, Дмитрий Эпштейнов. Он с вами в новом проекте участвует. Мой привет Дмитрию. Давно не виделись. Ссылку, да, обязательно пришлем. Я думаю, что с организаторами свяжемся и еще выложим файл, доступный для скачивания, в котором все наши контакты будут. Я прошу прощения, к сожалению, по техническим причинам не смогла загрузить свою презентацию, которая во всех этих мероприятиях и она очень тротуарной астрономии, и всемирной ночи наблюдений Луны шла речь, потому что мы стараемся здесь поддерживать все международные инициативы, которые существуют в просветительском сообществе, потому что сообщество любителей астрономии, оно на самом деле такое очень живое и интернациональное, потому что небо у нас одно и все без исключения во всех странах, на всех континентах земного шара наблюдения проводят. постараемся, я надеюсь, она живет и я ее обязательно пришлю. С удовольствием, пожалуйста, она будет доступна для скачивания. скачивания. Да, на самом деле, если говорить об астрономии вот как предмете для популяризации, я уже сказала, что чем больше мы охватим население максимально вот этими нашими акциями, тем больше вероятность того, что у нас появятся новые Гагарина, новые Королевы, новые Циолковские и появятся астрономические клубы, кружки и все прочее. И здесь задавали вопрос про то, есть ли уже люди, которые выбрали профессию, связанную с астрономией, вот по результатам занятий в школе, может быть, вдохновлены этим примером. На самом деле, даже если из тысячи человек, которые придут на какое-нибудь мероприятие, посмотрят в телескоп на вечере тротуарной астрономии или послушают серию лекций в Ютубе или неважно, каким образом будут участвовать в нашей деятельности. Да, спасибо большой группы и мессенджеры прислали. Это очень здорово. Я не думаю, на самом деле, что это сочтут за рекламу, потому что любое общение в таких просветительских целях, это очень здорово. Так вот, если из этой тысячи человек хотя бы один выберет в своей дальнейшей жизни какую-то профессию, какую-то активную, связанную со астрономией, это уже будет замечательный результат. А если 10 человек из этой тысячи пойдет и расскажет своим друзьям о том, что есть на свете такая замечательная наука и такое интересное хобби, например, та же астрофотография, это тоже будет замечательно. Понимаете, мы не ставим своей, например, целью, чтобы у нас после проведенного нами проекта появилось 100 победителей Всероссийской Олимпиады или 50 человек поступило в государственный университет на физический факультет. Если они поступят, если они будут побеждать в Олимпиадах, это прекрасно. Но астрономия это и в том числе мое глубочайшее убеждение это составляющая картины мира любого образованного человека, потому что это очень естественное занятие смотреть на небо, и наши очень далекие предки это делали и придумывали различные легенды, складали песни, тоже вдохновляясь тем, что происходит у нас над головой. Это наконец наука, с которой можно находить очень много междисциплинарных связей, и в том числе в гуманитарной области знаний, то есть можно проводить параллели с литературой, с музыкой, с историей кино. У нас в Планетарии есть замечательный такой концертный музыкальный проект, когда мы показываем несколько немых фильмов, объединенных одной тематикой, тематикой путешествия на Луну, начиная с фильма Жоржа Мельеса 1902 года и продолжая фильмом советского режиссера Василия Журавлева «Космический рейс», это середина 30-х годов 20-го века, и заканчиваем мы фрагментом из замечательного фильма «Луна» Павла Кушанцева. Вот, кстати, я не знаю, опять-таки, Павел Геннадьевич внесли в свой шорт-лист, в свой список источников этого замечательного популяренного реализатора науки советского, и, ну, пожалуйста, запишите его имя, Павел Кушанцев, посмотрите, в Ютьюбе есть в свободном доступе его замечательные фильмы, и не удивляйтесь тому, что они все сняты в 50-е и 60-е годы. Несмотря на то, что с того времени некоторые представления, например, о том, как выглядит тот же Марс или Луна, напишите фамилию, сейчас напишем, это очень просто, надеюсь, не остаетесь сейчас Павел Кушанцев. Вот. Надеюсь, что теперь все смогут его фильмы найти. Дорога к звездам, Луна, Марс, Вселенная. У него есть фильмы и на темы, связанные с науками о Земле. Это вообще был замечательный человек, гениальный совершенно оператор и режиссер, который придумывал удивительные спецэффекты, пользуясь достаточно ограниченным арсеналом технических средств, но потом его фильмы получали премии на международных фестивалях, никто не понимал, как это сделано. Так вот, можно просто посмотреть эти фильмы и некоторые положения небесной механики там объяснены очень понятно и доходчиво, и может быть вот у этих фильмов, которым уже более полувека стоит поучиться тем, кто сейчас какие-то популярные ролики на Ютубе выкладывает, потому что даже если отбросить некоторые там наивность, которые, может быть, мы там спустя 50-60-70 лет видим, сделано это действительно хорошо, действительно очень понятно, и этим можно вдохновляться. Так вот, у нас в Планетарии есть такой концерт, когда мы показываем несколько фильмов о путешествиях на Луну, рассказываем при этом паузах между этими фильмами, они озвучиваются живой музыкой, которую исполняет музыкант в зале Планетария, зрители смотрят фильмы под живую музыку, в перерывах между фильмами мы рассказываем, а почему так или иначе выглядит Луна в представлении Жоржа Мельеса в 1902 году и Василия Журавлева в 1934, и Павла Клушанцева в 1965, когда еще люди до Луны не долетели, а он уже представляет себе, как-то можно будет построить в дальнейшем города, сады и прочее. И вот такие связи между кино и астрономией, между музыкой и астрономией, литературой, поэзией, пожалуйста, здесь очень большое поле для творчества. И говоря о том, как я, например, встраиваю эту область знаний в свое преподавание в университете, я по образованию журналист и преподаю на кафедре журналистики и медиа-менеджмента, у меня есть такая дисциплина, которая называется новостная журналистика. Мы там с ребятами учимся писать новости, и в том числе я обязательно посвящаю несколько занятий специфики новостей науки. Это действительно очень важно, потому что приходят на факультет журналистики, как правило, люди, которые выбирали в школе гуманитарные предметы больше для изучения, конечно, бывают исключения из этого правила. Но в общем и целом это люди с таким, что называется, гуманитарным складом ума. Но потом эти самые люди пишут новости для широкой публики, и чтобы было меньше ляпов, меньше искажений в информационной картине мира, мы с ними рассматриваем различные примеры и того, как из какого-то некачественного перевода рождаются фейковые новости про тот самый Марс размером с Луну, который у нас с олимпийской регулярностью циркулирует по всем социальным сетям. И, конечно, когда вот до пандемии у нас проводился фестиваль кино научного популярного в Иркутске, Байкальский фестиваль человек и природа, и там обязательно была секция фильмов для планетария, конечно, мы с студентами обязательно мероприятие этого фестиваля и фильмы, мероприятия посещали и фильмы смотрели и писали потом рецензии и новости на эту тематику. Ну вот такой мой небольшой вклад как преподавателя по, казалось бы, не профильному предмету, но с тем, чтобы и вот это очень важный элемент картин мира в итоге в картине мира моих студентов остался. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, задавайте, пишут комментарии. Сейчас воспитатели детских садов рассказывают детям некоторые сведения по астрономии, что очень радует, действительно радует. И к нам в планетарии, когда приходят группы совсем юных зрителей тоже они задают такие же замечательные вопросы, как и более старшие дети. Пожалуйста, коллеги, есть ли вопросы? Я смотрю, мы уже даже чуть больше часа с вами общаемся сейчас. Может быть, есть вопросы к Павлу Геннадьевичу? Он сейчас тоже рядом и готов отвечать. Здравствуйте, да, вот такое замечательное выступление Евгении я слышал и знаю о ее деятельности и не понаслышке. И это просто удивительно, насколько астрономия объединяет людей. Спасибо, нам тоже было приятно с вами пообщаться. Я вижу, пишут, спасибо за приятный вебинар. Я хочу сказать, что мы уже получили некий отклик и думаю, наши проекты от этого взаимные проекты только выиграют. Безусловно, мы мыслим с вами в одном направлении и нужно увеличивать и повышать роль астрономии в жизни общества, в жизни нашего российского общества, потому что без какой-то единственной идеи человеку сложно существовать. Надо находить почву под ногами, это позволяет сделать астрономию с четкой картиной мира, и находите мысли, которые будут двигать нас вперед. Может, еще будут вебинары с вами, подробнее о мероприятиях. я надеюсь, что Павел и Татьяна вас поддержат в этом ... Мы готовы, мы готовы, да, и будем готовить презентации. Приглашайте к себе, будем делиться непосредственно опытом, приезжайте к нам, как туристы на Байкал, и выходите обязательно в манитарий, посещайте наши выездные наблюдения, летом у нас обязательно будет астрономический фестиваль международный, приезжайте к нам на фестиваль с выступлением, вы, кстати, Псков, очень хорошая идея, мы у нас определятся уже даты фестиваля, совсем скоро это будет август, это будет совершенно точно июль, и мы вас готовы пригласить на наш фестиваль астрономический, он будет международным, в любом случае. Так что мы с радостью расскажем и о том, как проводятся те же самые международные акции, всемирная ночь тротуарной астрономии, всемирная ночь наблюдения Луны, Дмитрий, здравствуйте, какая будет программа фестиваля, я думаю, Павел расскажет лучше. Программа фестиваля, ну что же, наблюдение, звездного неба и звездные спикеры Дмитрий Эйпштейн обязательно расскажет что-нибудь интересно и Павел Никифоров докладчики западного полушария и все замечательно, экскурсия этнографическая в быт местного населения, камни и звезды, наскальные рисунки, на окружающих чекленах скалах, вот такая красная программа. Если что, у нас тоже есть несколько лекций по астрономии, в конце августа у нас будет астрофорум, приезжайте все к нам, в 19-м там было около полутора тысяч человек, там авиамодельные соревнования и астрофорум вместе, лекции, наблюдения, выставка астрофоток. Спасибо. Владимир, замечательно, спасибо за предложение, а у меня к вам вопрос, у вас сколько ясных дней в году? Спрашивают, можно ли с вами связываться с телемостом, да, конечно, обязательно, мы будем только рады. Выставка астрофота у нас тоже будет в этом году, и как раз в Международном аэропорту Иркутск мы надеемся, что у нас она пройдет. Ну, еще немножко о нашем фестивале, у нас очень важная такая составляющая концепция фестиваля, что это не просто фестиваль для клубов по интересам или клубов по интересам, потому что, разумеется, все получатели телескопов в рамках нашего проекта телескопы для всех будут там участвовать, но и фестиваль как-то такое просветительское мероприятие для той территории, где он проходит. Он у нас будет проходить в Качевском районе. В отдаленной территории. Да, это далеко от областного центра, но, тем не менее, там тоже есть школы или учатся такие же дети, как в городе, только у них может быть не столько возможностей, как в городе, чтобы получить доступ к такой информации, к таким мероприятиям. идея фестиваля это организация горизонтальных связей. То есть не здесь областной центр приехал в деревню и чему-то учит, а в большей степени получателей телескопов, которые находятся в таком же состоянии, в такой же ситуации, они между собой общаются и из этого получаются связи, которые они дальше распространяют на год вперед. Владимир пишет, что смотрели солнечные затмения на экране трансляции. Вот мы, кстати, в этом году, в прошлом году уже все, не могу перестроиться на 2021, сделали трансляцию частного солнечного затмения в крыше планетария. У нас была трансляция на канале газеты областная, это у нас такое есть областное издание в Иркутской области. Было 50 тысяч просмотров. Мы очень рады. Дмитрий, спасибо, что вы пишете, будем очень рады. Вот видите, у нас будет докладчик из новостей. Минский планетарий, здравствуйте, Инесса! Передавайте большой привет Александру Микуличу. Минский планетарий, очень, очень добрые просто чувства к Минскому планетарию, в котором проходил международный фестиваль полнокупольных фильмов. О, Александр рядом, передает тоже привет. Александр, привет! Александр, очень рады вас взаимно прослышать, ощущать. Вот Александр он ощутил на своем опыте поездку в те места, где проходит наш астрономический фестиваль. Извините, это уже слишком офф-топ, но видите, вот в таком вебинаре мы нашли тех идей, которых объединяет звезды, звездное небо это общая черта для человечества, потому что небо одно для всех. Безусловно. Организаторы нас не выпускают в комнаты. Задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим на вопросы, просто мы думаем, что это уже очень за рамки нашей темы вышло. Ну, видите, у нас получилось так, может быть, благодаря в том числе и нашему инвестору, который выбрал Иркут для того, чтобы организовать здесь и построить планетарий, поскольку частный планетарий обладает, наверное, большими возможностями, в каком-то смысле нам намного намного более сложнее, чем в государственной компании финансировать свою деятельность, поскольку просветительские мероприятия, просветительские проекты у нас не бывают прибыльными, да не только в России, да и во всем мире, но тем не менее мы можем обладать некой свободой. Дмитрий спрашивает, Дмитрий Эпштейн спрашивает, а телескопы только по Иркутск раздают? Дмитрий, на самом деле в Иркутск из этого проекта уехал ровно один телескоп, таково было желание одного из крупных спонсоров проекта, когда мы еще краудфандингом собирали средства на первые пять телескопов, а вот один из тех, кто этот краудфандинг содержал, его зовут Александр Шульгин и он в Иркутске учился в одной из школ и он пожелал, чтобы один из телескопов остался в этой школе. Действительно, все остальные уехали по Иркутской области, некоторые мы еще не распределили, мы очень так пристально выбираем тех, кому мы телескопы передаем, потому что очень важно, чтобы инструмент не пылился где-нибудь на складе и не стоял там почетным экспонатом в школе, в холле там где-нибудь или в кабинете астрономии, а чтобы в него смотрели дети, чтобы в него смотрели не только дети, но и взрослые, чтобы вокруг школы организовывались какие-то более масштабные мероприятия чем просто школьного уровня. И поэтому несколько телескопов у нас еще есть в резерве. Наверное, один пойдет в Республику Бурятия. Наверное, в настоящий момент у нас есть кандидаты в Республике Бурятия, а остальные пока разъехались по Иркутской области. У нас есть телескоп в самом маленьком городе Иркутской области это Алдамай, уже там ближе к границе с Красноярским краем. Самый далекий телескоп 1200 километров это у нас. У нас Иркутская область, она больше территории любой европейской страны, включая Украину. Вот, и в Киренске это вот как раз 1200 километров от Иркутского у нас есть телескоп. В Нижнеудинске это тоже там ближе к северным территориям области. В Карачукском районе, в Усольском районе. Ну, в общем, смысл этого проекта это как раз привести телескопы в территории села, поселки, районные центры или просто даже небольшие деревни, где есть энтузиазы. Чтобы получать или чувствовать ответственность, что этот телескоп возник из денег, которые пожертвованы общественностью и чтобы он приносил радость познания мира окружающему населению. А уже потом этот проект получил и поддержку грантов Международного Астрономического Союза. У них есть подразделение, которое называется Астрономия в целях развития, Астрономия for Development. И они объявляют конкурсы грантов, на которые можно представить свой проект. Но именно цель этого проекта должна быть в развитии территории какой-либо через астрономию. Не только развития в плане только просветительском, но и в каком-то другом создании, в социальном, экономическом. Может быть, с точки зрения экологии такие проекты тоже есть. Можно у них на сайте посмотреть речень на что же там есть. Очень интересно, Дмитрий Эпштейн. Разве вы не знали Дмитрий Эпштейн? Уважаемые коллеги, все все очень интересно, прям можно заслушаться, но у нас просто ситуация такая, что параллельно мы не можем открывать несколько вебинарных комнат, а там уже подходят следующие слушатели других вебинаров, поэтому нам нужно как-то успеть еще последние внести коррективы и разрешить нашу встречу. Спасибо организаторам за такое представительное общение и публика интересная. Мне кажется, что приглашайте нас еще, формулируйте тему, и мы будем рады рассказать и поделиться своим опытом. С удовольствием, с удовольствием. Большое спасибо нашим сегодняшним ведущим. Большое спасибо нашим всем сегодняшним участникам. Владимир Клопаков, не бойтесь потеряться. Я сейчас, кстати, на эту тему вам пару сюжетов подскажу, как это можно сделать. Ну, а сейчас мы тогда наши прощаемся, отпускаем наших ведущих. Я так понимаю, уже вечер в Иркутске. И... Да, у нас седьмой час. Ну, почти, почти. И мы тогда перейдем к нашим организационным вопросам. Большое спасибо еще раз нашим сегодняшним выступающим, нашим ведущим за замечательную такой, может быть, несколько неожиданную, да, не было презентации, но, коллеги, не забудьте скачать материалы из вкладки файлы. Там есть материалы, которые ведущие сегодня для вас подготовили. кто еще не скачал и не ушел, не забудьте их забрать. Ну, а тогда мы наших уважаемых спикеров сегодня отпускаем, и я сейчас через секунду к вам подключусь для решения разных организационных вопросов. Всем спасибо, там пишут, ждем в гости, мы тоже всех ждем в гости, и будем рады познакомиться с вами лично. До свидания. До свидания. Продолжение следует...